Для тестирования различных технологий нам потребуется тестовая среда или полигон. Роль полигона будет выполнять виртуальная среда, которую мы создадим посредством программы VMware Workstation. Так, вот здесь в корне мы создадим давайте папку домена Windows Server 2008 R2. Так как у меня уже здесь есть отдельный каталог с виртуальными машинами, которые относятся к видеокурсу по одноранговой сети, я вот создал категорию, где будут несколько виртуальных машин, относящихся к курсу по серверу 2008 R2. Итак, и здесь теперь давайте создадим виртуальную машину, как раз именно сервер. Как это сделать? Выбираем нашу папку и жмем файл новая виртуальная машина. Сделаем выборочный способ, чтобы более конкретно указать какие настройки у нас будут в виртуальной машине. Итак, VMware Workstation 9.0, файл образа, давайте пока этого делать не будем, укажем установочный файл позже. Идем далее, это будет Microsoft Windows, и это будет Windows Server 2008 R2 64-битная, так как R2 идет только 64-битная. Опять же, если у вас хост-система 32-битная, то установить туда 64-битную виртуальную машину не получится. Идем далее, называться у нас будет Windows Server 2008 R2. И мне необходимо разместить ее в другом месте. У меня это диск данные онлайн. Виртуал машин, и здесь создадим папку Домейн, Windows Server 2008 R2. Итак, лучше, чтобы в пути к виртуальной машине были только английские знаки и убрать пробел. Лучше вот нижним подчеркиваем, чтобы далее не возникло никаких проблем с этим. То есть, желательно, чтобы путь составил полностью из английских символов и без пробелов. Жмем ОК, и там у нас создастся вот такая вот папочка Windows Server 2008 R2. Так, здесь оставляем все как есть. В принципе, 2 гигабайта для виртуальной машины. Давайте выделим. Идем далее. Далее, пока не будем использовать никакое сетевое соединение. Далее все это настроим. Идем далее. Здесь также рекомендуемо. Создадим новый виртуальный диск с Кази. И пусть он у нас будет также 40 гигабайт. Так, вот эту галочку не ставим. Выделить все дисковое пространство сейчас. Так как файл виртуальной машины у нас будет занимать 40 гигабайт. Но так как там практически занято будет всего гигабайт 10, нам и это не нужно. Поэтому он будет автоматически расширяться, этот файл, в зависимости от того, сколько будет у нас занимать место виртуальная машина. Я делаю сохранить в одном файле. Пусть файл жесткого диска у нас также и будет называться стандартно. Идем далее. И готово. Так, вот у нас в корень ушла эта виртуальная машина. Давайте ее переместим в папку домен на Windows Server 2008 R2. И проверим. Так, все-таки создалась виртуальная машина как раз в категории Домейн, Windows Server 2008 R2. Поэтому давайте создадим все-таки подкатегорию, так как у нас будет их 4. Допустим, такое имя ей и укажем. Но без пробелов. И все это дело переместим сюда. Так, далее, если вы захотите перенести куда-то свои виртуальные машины, вы можете это сделать точно так же. Допустим, создаете где-то категорию, копируете туда виртуальную машину и далее уже указать эту виртуальную машину. Поэтому давайте это удалим, так как у нас путь сменился. И добавим ту, которую мы выбрали сейчас. Вот, открыть. Все отлично. Далее нам потребуется установить операционную систему. В нашем случае это будет Windows Server 2008 R2. Поэтому жмем «Изменить настройки» и укажем образ диска. Или если у вас физический диск вставлен в привод, то выберем, собственно, этот диск. Итак, здесь выбираем оборудование и CD-DVD устройство. Если у вас физический диск вставлен именно в ваш компьютер, то необходимо как бы сделать проброс этого физического привода. Поэтому здесь выбираем определенный привод. У меня ничего нет, так как у меня нет физического привода. Поэтому я выберу файл образа. Выбираем файл образа и обзор. У меня находится данная флешка. И вот Windows Server 2008 R2. Открыть. Отлично. Ок. И теперь давайте запустим нашу виртуальную машину. И здесь необходимо при загрузке у нас нажать клавишу F2, чтобы попасть в BIOS. Здесь выбрать необходимо как раз устройство, с которого у нас будет выполняться загрузка. Так как нам необходимо установить операционную систему, значит мы должны загрузиться с CD-привода. То есть в данной ситуации с нашего образа. Поэтому выбираем привод и клавишей плюс-минус меняем местами. Итак, первым у нас должен быть CD-привод. Далее жесткий диск. Жмем Exit, Save. Сохранить изменения и перезагрузка. Комбинация клавиш Ctrl-Alt-Enter может вывести в полноэкранный режим виртуальную машину, которой мы сейчас пользуемся. Итак, сейчас у нас будет происходить процесс установки операционной системы. Здесь все как стандартно. Выбираем русский язык. Установить. Так, у меня будет стандартная... Нет, давайте пусть будет Enterprise, расширенная версия. Windows Server 2008 R2. Принимаем лицензию. У нас полная установка. То есть мы впервые устанавливаем операционную систему, а не обновляем ее. Поэтому выбираем полную установку. И давайте настроим разделы для установки Windows. Допустим, я сделаю два раздела. Один у меня будет под операционную систему, второй под различные файлы, так как в процессе работы возможно нам понадобится дополнительный раздел. И давайте заранее все это сделаем. Итак, у меня это будет два раздела. Один на 20 гигабайт. И перед тем, как его создать, нам система говорит, что необходимо создать дополнительный раздел зарезервированной системы. Я его не использую, поэтому в данной ситуации я делаю следующим образом. Я удаляю созданный нами раздел и вот этот просто расширяю. И создаю еще один раздел на оставшееся пространство. Все. И в первую устанавливаю операционную систему. Ну а тут уже обычный стандартный процесс установки операционной системы. При первом входе нас попросят сменить пароль. По умолчанию учетная запись у нас будет называться администратор на сервере. И теперь ей зададим сложный пароль. То есть, нам должна быть более 8 знаков, чтобы там были и символы, и цифры. Так, отлично. У нас выполняется первый вход в операционную систему Windows Server 2008 R2. Итак, вход выполнился. Нажмем Ctrl-Alt-Enter, чтобы свернуть данное окно, так скажем. Теперь давайте для большего удобства установим инструменты VMware. Что они дают? Благодаря им, вот мы сейчас заходим в полноэкранный режим, и здесь у нас есть черные поля. Чтобы у нас разрешение экрана подходило под нашу рабочую область, нужно установить инструмент VMware. Заходим в виртуальную машину и установить пакет VMware Tools. Так, нажимаем выполнить. Тут пока все эти окна можем закрыть. Выполняем далее установку инструментов VMware. В общем, обычная установка, типичная конфигурация. И перезагружаем в виртуальную машину. Выполним вход. Для того, чтобы нажать Ctrl-Alt-Del, здесь вот есть у нас такая комбинация, клавиша, отправить команду Ctrl-Alt-Del. И вводим указанный ранее пароль. Как вы видите, разрешение виртуальной машины было подогнано под нашу рабочую область. Если мы нажмем Ctrl-Alt-Enter, теперь под эту рабочую область у нас все подогналось. Теперь давайте сделаем следующее. Зайдем в параметры виртуальной машины и отключим CD-DVD-привод. Просто в следующий раз при перезагрузке виртуальной машины у нас опять же попытается установиться операционная система, так как мы ее здесь указали. Можно либо отключить виртуальный привод, либо в BIOS перевести загрузку в приоритете с жесткого диска. Так как я больше не буду пользоваться никакими дисками, по крайней мере на данном этапе, то я отключу виртуальный привод. Ну и собственно аналогичным образом необходимо установить семерку, восьмерку и десятку. Именно эти операционные системы будут у меня в качестве клиентских. Но не стоит забывать, что версии клиентских операционных систем должны быть как минимум профессиональные, так как в версиях для домашних пользователей отсутствует возможность подключения компьютера к домену и ряд других немаловажных функций. Если у вас система не очень сильная, то можете установить только семерку, так как она сейчас наиболее распространенная. Я же буду устанавливать все, то есть семерку, восьмерку и десятку, чтобы в случае возникновения проблем вы всегда могли посмотреть, как все настраивалось в этих операционных системах. Слава богу, ресурсы у меня позволяют запустить одновременно четыре виртуальные машины. И перед следующим уроком вам необходимо установить как минимум одну клиентскую виртуальную машину. Как вы видите, у меня получилось четыре виртуальные машины. Это Windows 7, 8.1, десятка и сервер 2008 R2, 64-битная. А структура папок как раз вот папка Domain Windows Server 2008 и вот собственно папки с виртуальными машинами. Что-то вроде такого же у вас должно получиться перед тем, как продолжать изучать данный видеокурс. Продолжение следует... Продолжение следует...